друзья всем привет и сегодня бы я хотел с вами поговорить в первую очередь о том как отличается работа в городе сочи от работы в ростове-на-дону в ростове-на-дону из первых из первого что я заметил нужно постоянно рано вставать потому что там с утра горят хорошие коэффициенты и нормальная стоимость поездок ну примерно выравнивается километр по 30 рублей если же в обеде на это время происходит то там километражную стоимость километража падает до 20 рублей поездки очень также долгие но коэффициента нету это раздражает я стою когда я проснулся но когда я выспался когда просто открыл глаза вот тогда я встаю я не завожу себе будильник специально для того чтобы стать пораньше я проснулся когда я выспался потом я иду на тренировку обязательно я каждый день тренируюсь сейчас нашел новую площадку тут обалденная не знал трех минутах ходьбы от дома оказывается вот постоянно ходил там бы такая простенькая площадка турник брусья ну там приседаю такие небольшие уличные упражнения без отяжеления делал ну при этом чувствую себя хорошо в течение потом рабочего дня вот потом иду на море купаюсь потом я завтракаю полноценно завтрака и только тогда я приступаю к работе так что это первая особенность отличие а точнее между работой в городе ростове-на-дону и между работой в городе сочи в городе сочи легче работать тем что встаешь когда ты выспался когда у тебя хороший настрой на день когда ты уже потренировался ну сделал все свои дела если нужно куда-то съездить съездил сделайте дела знаете почему так происходит потому что в основном отдыхающие они просыпаются ну часов девять в десять в одиннадцать кто как смотря до скольки они гуляли вчера и ориентируемся мы на отдыхающих здесь мы не ориентируемся на местное население потому что зачастую местное население катается на другом агрегаторе таком как максим он подешевле чуть-чуть вот чем яндекс ну и другая специфика работы ну мы его не выбираем мы выбираем яндекс и катаем по яндексу ребята к второму пункту это отнесем то что моя машина здесь проходит только в экономе и это для меня хорошо вы скажете как же там же и комфордано может катать в ростове нет я спешу вас разочаровать здесь эконом стоимость эконома сравнимо со стоимостью комфорта в ростове то бишь в ростове есть поездки эконом это очень дешманский и это тарифе вообще не включая использую только комфорт вот так что здесь такой тариф принципе не нужен потому что он очень дешевый и если кто-то из вас как она катал эконом он знает как это сложно постоянно находиться в режиме за рулем то бишь нет вот этого время не перерывайся ты хочешь заработать такие же деньги то тебе постоянно приходится рулить с этим попроще к тому же мойка автомобиля в ростове очень грязный город грязные дороги и поэтому катая тариф комфорт ну блин приходится постоянно намывать автомобиль на мойках вычищать его выпылесошивать здесь же но нет такой пыли нет такой грязи и автомобиль я мою где-то раз в два дня и в отличие от ростова на дону там я тратил на мойку рублей 150 наверное ну это в грязные дни когда грязь пыль вот каждый день был тратил 150 рублей и тратил много времени для того чтобы хорошо и качественно отмыть автомобиль чтобы можно было катать комфорт вот здесь я трачу 50 рублей мне хватает чтобы сверху ополоснуть его от небольшой пыли вот и внутри слегка уже пропылесосить так что это уже два плюса работы в отличие от ростова на дону так мы перейдем к третьему плюсу ребята пока не пришли к третьему плюсу хотел перед вами чуть-чуть оправдаться видео записываю в но вы видите в промежутках между тренировками купаниями по что не хватает времени приходится много работать просто ну работа есть так вот к третьему плюсу отнесу то что здесь тариф детский он стоит нормально то дальше как и должно быть там прибавляет к стоимости цене 70 либо 150 рублей вот просто бежи это уже давно пропало это не используется потому что там внутри в детстве может стоить меньше чем тариф эконом зачастую бывало такое садятся молодая пара там в машину либо парень какой-то я говорю где ребенок он на вопросы где ребенок то ничего страшного забыл убрать отметку хотя как обычно люди но не забывают убирать эту отметку потому что он стоит но намного дороже в раскопе же наоборот 3 в детский стал где удешевлять он стоит дешевле иногда чем тариф эконом поэтому третья особенность то что здесь можно катать детский и при этом зарабатывать немножко больше ну либо выполнять меньше работы меньше поездку и получать при этом больше 1 4 пункта плюс я по-разному это называю в каждом отрезке но неважно 4 это то что здесь постоянно высокая оценка несмотря на то что ты делаешь минимум то бишь тебе не практически ничего не нужно делать это сопутствующий фактор города сочи так как здесь приезжают в основном отдыхающие и ориентируемся мы на отдыхающих то постоянно хорошая оценка из-за их него хорошего настроения они приехали здесь кайфовать отдыхать развлекаться кто бухать ну в общем люди на отдыхе у них всегда хорошее настроение соответственно на вот эти вот мелочи которые обозначают пассажиры в городе ростове-на-дону так как они там задроченные по ходу но и в работе либо много там маромоев на них никто не обращает внимание то даже если случается какой-то там один за месяц инцидент какой-нибудь дамой которая там важная себя считает то у нее просто не хватает времени там написать на тебя жалобу либо там звонить качать с поддержкой потому что она приехала на море отдыхать ей некогда ребят ну действительно и просто некогда этим заниматься поэтому вот сейчас покажу машинку и в нем и у два дня но в таком состоянии у меня ну вот так здесь нету грязи как в ростове-на-дону ну и завершение ребят короночка так как мы вышли на работу заходим через парк близнецы очень выгодные условия если кому нужно обращайтесь мы вас подключим будем сопровождать помогать живу я постоянно здесь постоянно горит коэффициент так что мы выходим сразу на линию пришел нам промо коде кстати завтра будем катать запишем сменку 12 часовой со сниженной комиссии прошлый раз работали мы десяточку 10 200 если кто наблюдает за мной то посмотрите и ловим заказ плюс 280 ближняя подача само максимум было 420 конечно принимаем рядышком поехали работать а ты напиши в комментариях в чем преимущество работы в твоем городе возможно я приеду в твой город и поработаю там в регионе времени класса ты поработал мне